всем привет сегодня мы поговорим такая тема актуально это как у нас сейчас лето открыт туристический сезон и мало ли много ли еще будет девушек женщин которые в турции познакомиться во время отпуска с каким-то мачо которым скружат голову и будет еще очень много всяких разочарований а может быть будут счастливые истории исходы все может быть вот в этом видео я с вами хочу поделиться своими размышлениями и доводами поживаясь здесь в турции хочу вам рассказать мое мнение о курортных романах именно таких знакомствах имеет ли они будущее серьезно ли это и вообще насколько можно серьезно к этому относиться давайте приступим если вы считаете что подобное видео на моем канале интересное и нужное то ставьте лайк и распространяйте в соцсетях само слово курортный роман в любой другой стране и только в турцию моем понимании это должно быть что-то легкое не обязывающее не серьезное развлечение just have fun ничего серьезного но бывают исключения из правил которые подтверждают правила как говорится до серьезные истории когда они заканчиваются браком или у браком удачным успешно выйти замуж после курортного романа это еще не ерунда а выйти замуж счастливо чтобы у вас было все хорошо без проблем чтобы человек вас полностью устраивал точнее его социальное состояние его взгляды в жизни да потому что работники туристической зоны курортной в турции это определенная каста людей определенный их вид людей и люди которые живут в принципе я про мужчин сейчас говорю да в самой стране турции не связанные с туристами с потоком относятся к ним тоже одно отчасти предвзято то есть априори здесь есть понятие кто работает с туристами с потоком иностранцев не серьезные не для серьезных отношений не для серьезного бизнеса поверхностные лживые отчасти до двуличные даже местные так говорят и думают или когда говорят чем там они занимаются ну понятно то есть определенное предубеждение к такому виду людей она существует среди даже мест почему потому что поток людей доступность легкость определенное отношение подобных встреч поток этот людей они разрушают они облегчают жизнь не напрягают ну и соответственно люди даже если не не такие со временем работая в этой индустрии они такими становятся наблюдая просто все это все равно часть этого поведения на себя берешь я не говорю о том что кто все кто живут в курортной зоне какие-то мужики несерьезные плохие когда это может быть серьезно когда вы познакомились да есть может быть какой-то скажем так выхлоп серьезные нормальные отношения могут быть приведет это к чему-то первое это когда парень вы с ним только познакомились он только пришел в туризм это 0 там найти способ заработать денег за сезон по какой-то нужде парень до пришел в такую работу и вы с ним познакомились когда-нибудь там первый сезон и еще короче говоря не испорчены так назовем да вполне нормальные могут быть отношения серьезные то есть его морально-этические нормы еще в порядке да и они существуют какие-то границы да нет вот этой разрушенности второе когда этот человек ну скажем так сам по себе увидите если даже работает тоже не так давно парочку сезонов работает но очень такой закрытый может быть не общительный вы видите что это не поток каких-то баб вокруг него да то есть выборочный выборочно с кем-то общается там ну короче говоря не бабник проще говоря и что же не первый сезон у парочку там лет может но тоже может быть вполне нормальное общение серьезные отношения это может быть случайное знакомство курортный роман просто я вам всегда это говорила это идеальный вариант на самом деле не с работником тренинга когда мужчина турок просто такой же отдыхающий турист в турции как вы не живет там не работает с туристами в сфере этой а просто приезжающий в отеле остановившийся или на каком-то курорте как турист идеальный вообще вариант для курортного романа для знакомства для серьезных отношений может быть вообще супер когда не серьезно и когда ну блин ну не сто процентов мы конечно маленький зазор оставляем на волшебные случаи хорошие да которые тоже если знаем немного девчонок подписчиц которые счастливы живут не все в порядке которые в этот зазорчик в процент попали я за них очень рада но не серьезно это когда человек работает в этой сфере годами на его работа это основная туристический сезон туристический бизнес когда это работа с потоком людей это гиды это вот эти гидные всякие агентства туры которые продают это работники отелей это не только официанты аниматоры ты те же повара то что да все входит они тоже находясь даже везде на кухне пользуются такой возможность с туристами знакомиться это все возможные сотрудники трансфера гиды развлекаловки туристические типа там я не знаю аренда чего-либо байков водного транспорта и тому подобное всякие аниматоры экскурсионные вот эти моменты это вот магазины в том числе кстати магазин для туристов всякой кожи одежды там не знаем подделок брендов и тому подобные магазины сладости все в ту же копилку там же меньше это же вполне и я не хочу обижать или разочаровывать девушек которые замужем за мужчинами курортной зоне за турками девчонки может вы верите свято что там все чисто шатогла такая я за мужем смотрю мы все вместе поверьте но как минимум в разговорах каких-то да они очень часто флиртует может они не изменяют но и это понимаете этот фривольное отношение поведение к туристам где-то комплиментик сказать где-то что-то хорошее сказать флиртануть а ляда расположить к себе может быть с целью продать просто что-то с целью заработать не с целью там отношения завести или там флирт какой-то там интрижку но это все равно некрасиво эта манера поведения которая вот впитывается о чем я говорю даже если ты не такой а живя в этой среде крутясь такими людьми ты все равно в себе поведение это перенимаешь таким становишься можно ни с кем не спать не изменять на фривольно себя повести некрасиво там флиртовать бабы вполне нормально и вот лично для меня это не окей не нормально я бы не смогла такое терпеть так вот жить вот честно такой мужик должен быть под контролем из разряда не проходить его контролирует такого мужа который например сладости там какой-то дон дурму допустим продают туристам но как минимум быть настолько уверены что вы должны быть такие хорошие отношения на таком уровне что ну действительно должно быть доверие в таких отношениях всегда поэтому курортные романы относитесь к ним легко просто без напряга лишнего без ответственности это развлечение в первую очередь выгорит или нет на что-то серьезное может быть это уже маленький процент но он возможен но выйдете вы замуж на самый маленький процент того что вы в этом замужестве с таким типом человека до сли ртующим таким мужиком который в этой сфере живет работает вы будете с ним счастливы или нет вот я лично никогда не говори никогда но все равно я себя в такой сфере деятельности не вижу друзей мне такой сфере деятельности нет меня у мужа в анталии когда-то был бизнес у меня муж и кстати из семи где мне у мужа родителей у свекрах моих моей свекрови свекра у них 15 лет или 17 магазин для туристов был со сладостями и вы думаете мой свекор изменял нет потому что они работали вместе это их семейный бизнес и мой муж с детства с папой с мамой он помогал с братом в магазине в своем это их бизнес был не просто народом свекровь на караулила сидела нет нет это их у них такие партнерские отношения что они всегда все вместе они вообще мне как два знаете неразлучника попугая по жизни всегда все вместе все вдвоем и работа вместе вот у них такой они без друг без ручки вообще не могут существовать и работали даже вместе вот пример нормальных отношений в туризме почему я об этом знаю у моего мужа сейчас у дяди с тетей они закрыли год назад перед короной два года назад магазин в мармарисе тоже они по соседству магазина были они вообще в у моего свекра магазин был в мармарисе в этом на главном базаре в центре где прям возле начала бар стрит вот этой улице у тети и дяди мужа вы ищу возле прям начали чмелера был магазин они его два года назад продали и успели это сделать вам как-то видео рассказывала потому что кризис начался все закрывалось туристов не было они быстренько от того успели избавиться слава богу и минусы не остались они тоже лет 15-20 этим занимались бизнесом они тоже вместе тоже вдвоем у них с другая деятельностью занимается и он никогда родителям не помогал в этом но опять же вдвоем они что другу доверяют потому что с кем-то в партнерских в бизнесе там это обманут и все прочее ну в общем вы поняли да опять же муж женой я к тому что я в этой сфере с такими людьми общалась если в семье у них окей нормально воспитать такими будут но эта сфера все равно развращает потому что у меня свекра он знает языки арабский знает английский шуточки как с туристами пообщаться поржать чем в такой сфере дядя вот тети очень открытые немножко другое это не истина те турки ментально воспитанные которые в стране вообще да то работает с туристами это другие турки это другое поведение отчасти в первое время если вы переезжаете знакомитесь до выходите замуж это удобно нам это ближе открытые такие но со временем когда вы пожить и помешали не все такие а можно быть просто вот это вот фривольность ха ха хи хи с туристами в какой-то степени со временем она фривольность в жизни несерьезность безответственность где-то я приводит кто работает в такой сфере он ответственным скорее всего не будет он будет попроще нам это может привычно я не спорю но так как я вот здесь живу мне ближе и скажем так ну приятнее ответственные мужики до ответственный мой муж ответственный он там денег заработать семья понимаете на прагматик такой молодец мужик до который семья думает о благополучии благосостоянии семья счастье я бы например не хотелось быть мужчиной который бы был поверхностным симпатис на неделе обещает не делает и так далее я понимаю что кто работает в такой сфере с туризмом это вот большей степени это такие люди у них это в характере уже в поведении потому что они у них такой поток людей вот это вот не только возвращает мой характер человека это тоже влияет так что для серьезной нормальной жизни семейной в турции это вопрос подумать я не говорю что кто-то плохой кто-то хороший несерьезный или все там изменить я никого не клеим клеймо никому никакой не вешаю каждый делает свой выбор сам если вы в такой ситуации в курортном романе познакомились и вас что-то не очень устраивает развитие отношений или там серьезность и так далее вы например перед браком думаете выходить замуж или нет я вам советую в интернете поискать девушек которые уже в соцсетях там группах всяких наших в анталии где вы живете да там же больше такого контингента девчонок будет кто замужем за такими мужчинами да и поспрашивайте а девчонки счастливы в таких браках или нет плюсы и посмотрите взвесьте и примите решение жду ваших комментариев на эту тему я просто никого не хотела задеть обидеть или еще что-то просто высказала свою точку зрения мнение как бы ваше мнение тоже приветствуется вы тоже на них имеете право пишите ваши комментарии под видео кому нужна консультация от меня персональная по психологии я всегда оставляю свою почту в инфобоксе под видео пишите туда в теме письма можете просто написать консультация или попишите ваши истории для публикации на канале спасибо за внимание всем пока